У нас на фиксированное время, уважаемые коллеги, стоит проект постановления Государственной Думы о заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о недопустимости злоупотребления средствами массовой информации правом на свободу слова. Сергей Владимирович Железняк докладывает. Сергей Владимирович Железняк докладывает. Завоеваний нашей молодой российской демократии. В 29-й статье Конституции прямо описана необходимость защиты свободы слова. Есть профильное законодательство о СМИ, которое было принято одним из первым, уже насчитывает порядка 20 лет. И мы также очень бережно и аккуратно относимся ко всему, что связано с регулированием деятельности СМИ. Но в действующем законодательстве одновременно есть статьи 51 и 59, которые определяют ответственность журналистов за те материалы, которые публикуются. И совершенно недопустимо, когда публикуются в средствах массовой информации ни факты, ни вопросы, связанные с обсуждением тех или иных событий. А когда средства массовой информации используются для публикации прямых оскорблений, которые наносятся гражданам. В данном случае мы столкнулись с тем, что унизили и оскорбили наших коллег, женщин, депутатов Государственной Думы. Свобода слова не является свободой от ответственности. Свобода слова не имеет никакого отношения к возможности безнаказанно оскорблять того или иного гражданина. В данном случае этот вопрос регулируется еще и уголовным кодексом, где есть статья об оскорблении должностного лица и представителя органов власти. Но я хочу сказать сейчас даже не об этом. Мы, несомненно, будем проводить разбирательство в правовом поле. И, конечно, проведем широкое обсуждение в рамках самого журналистского сообщества о недопустимости оскорблений средств массовой информации. Но поразительно другое. Как вы знаете, после опубликования статьи мы прямо спросили реакцию главного редактора. Потому что и по действующему законодательству, и на основании здравого смысла, конечно, есть журналист, автор, но есть и главный редактор, который отвечает за издание и за выпускаемые материалы. И мы сказали, что в данном случае главный редактор не может оставаться в стороне. И он должен либо выразить свое негативное отношение к опубликованному материалу, принести извинения и дать понять журналисту о недопустимости оскорблений в материалах его газеты. Либо, если он промолчит, мы будем считать, что он присоединяется и согласен с теми оскорблениями, которые прозвучали в газете. Произошло даже большее. Главный редактор прямо вступил в дискуссию и сказал, что никаких оскорблений в материале он не видит. То есть называть женщину проституткой для главного редактора одного из ведущих СМИ не кажется ничем оскорбительным и выходящим за рамки закона и общественной морали. Вот мимо такого безобразия мы пройти уже не можем. И не только потому, что считаем, что главный редактор это, конечно же, очень ответственное лицо, но и потому, что этот главный редактор является руководителем комиссии по СМИ в общественной палате и председателем Союза журналистов Москвы. И таким образом он, по сути, сейчас говорит о том, что он выражает позицию не только свою, но и всего журналистского сообщества. Неужели журналисты считают, что допустимо оскорблять женщин в СМИ? Я в это не верю. Именно поэтому мы договорились с Селдом Богдановым, председателем Союза журналистов Российской Федерации, провести по этому поводу детальное обсуждение. Во всем мире требования к уважению тех людей, которые упоминаются в материалах, существуют не только на уровне законодательства, но и в рамках саморегулирования журналистской отрасли, в рамках журналистской этики. В данном случае получается парадоксальная ситуация, когда человек, который должен олицетворять все самое цивилизованное и все самое важное, что есть в журналистской профессии, и представлять интересы отрасли, говорит о том, что он не видит в словах в отношении женщин о том, что они проститутки и содержанки, готовые лечь под любую партию, никаких оскорблений. Мне кажется, даже на уровне обычного, нормального, цивилизованного восприятия мира это недопустимо не только для главного редактора, но и для любого уважающего себя мужчины. Я считаю, что средства массовой информации являются нервной системой нашего современного общества. И, конечно же, на журналистах, кроме исполнения важной социальной функции по донесению информации до читательской, зрительской, слушательской аудитории, есть еще и важнейшая задача донесения этой информации объективно, непредвзято и уж тем более без прямых оскорблений. Я считаю, что в данном случае будет совершенно неприемлемо, если отрасль будет представлять тот человек, который считает, что у него есть право в СМИ называть женщин проститутками. Я считаю, что у журналистского сообщества должны быть по этому поводу сделаны соответствующие выводы. И я очень рассчитываю, что такая же дискуссия должна пройти в стенах общественной палаты. Потому что общественная палата, новый порядок формирования, который мы будем сегодня рассматривать, это камертон гражданского общества в нашей стране. Его должны представлять самые кристально чистые, порядочные и ответственные граждане. Потому что именно этим гражданам государство доверяет общественную экспертизу законопроектов и реакцию общества на происходящее событие. Я уверен, что люди, которые считают себя журналистами и при этом считают, что они могут безнаказанно оскорблять других людей, не могут считаться профессиональными журналистами. Более того, я считаю, что большая часть журналистского сообщества понимает недопустимость подобных оскорблений. И я очень рассчитываю, что журналистское сообщество вместе с нами обсудит эту ситуацию и придет к правильным выводам. Потому что сейчас, вы знаете, не только государственные органы находятся под общественным прессом и подвергаются попыткам дискредитации. То же самое происходит и в отношении журналистской профессии. Мы об этом тоже неоднократно говорили среди журналистов. И очень важно, чтобы подобные представители журналистской общественности, подобные общественные деятели не позорили журналистику, не позорили СМИ и не позорили наше гражданское общество. Поэтому я прошу вас поддержать наше заявление и надеюсь на то, что это заявление послужит очень серьезной помощью тем нормальным, цивилизованным, порядочным журналистам, которых большинство в нашей стране. И многих из них я знаю и с ними дружу так же, как и вы. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы к докладчику? Есть вопросы? Прошу включить режим записи на вопросы. Как вам удобнее? Покажите список. 12 вопросов, коллеги. Давайте все-таки, коллеги, давайте не по одному, я предлагаю по два вопроса от фракции. Не возражаете? По два от фракции. С фракции КПРФ. Локоть Анатолий Евгеньевич. У меня вопрос к докладчику. В прошлом САЗЭВе я помню, когда информационная кампания была развернута против депутата фракции КПРФ Нины Александровны Останиной. Я не помню, чтобы депутаты КПРФ по этому поводу возмущались, много раз выступали. Депутаты Единой России принимали другую позицию. То есть это такая полемика была. Но не помню, чтобы консолидирована палата выступала в защиту и объявляла какой-то бойкот вот такой вот средством массовой информации. То есть это избирательный такой ход, пользуясь правом большинства. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Он принципиальный. Речь, конечно же, не идет ни о каком конфликте депутатов Государственной Думы со СМИ. Речь идет о реакции депутатов Государственной Думы на конкретную статью, размещенную в конкретном средстве массовой информации и о реакции конкретного главного редактора этого СМИ и владельца этого СМИ на ту критику, которая была высказана. Я считаю, что мы не вправе требовать от журналистов, чтобы всегда они действовали так, как хотим мы. Журналисты по определению должны быть независимы, должны и формировать, и озвучивать, и заявлять свою позицию так, как они ее видят. Но очень важно, чтобы любая журналистская позиция основывалась на фактах, а не на домыслах. Более того, я считаю, что даже в случае очень сильной антипатии по отношению к тому или иному представителей Государственной Думы со стороны того или иного журналиста нет места для оскорбления. Потому что это дискредитирует и унижает не только того, кто упомянут в статье, но унижает прежде всего само журналистское сообщество. Потому что люди, читая или смотря такие материалы, они составляют впечатление не только о герое репортажа, но и о самой нашей журналистике. Я думаю, что все мы сталкивались неоднократно на встречах с нашими избирателями, которые говорили, что невозможно читать газеты, смотреть телевизор. И вопрос не в том, что что-то надо замалчивать, но когда журналист считает возможным безнаказанно размещать прямое оскорбление, то это уже, конечно, не только нарушение закона, но и нарушение здравого смысла и самих основ морали. Спасибо. Синельщиков Юрий Петрович. Да, спасибо. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а все-таки не считаете ли вы, что вот дача таких оценок, которые заложены в постановлении Государственной Думы, это дело суда, а не дело Думы? Спасибо за вопрос. Мы как раз и говорили о том, что в данном случае в заявлении мы просим выразить позицию депутатов Государственной Думы не только к факту статьи. Это вопрос правового разбирательства, которое уже идет, это вопрос серьезной общественной дискуссии в журналистском сообществе, которая тоже, я надеюсь, в ближайшие дни начнется. И со стороны большинства журналистов есть желание этот вопрос действительно серьезно, без нервов или эмоций обсудить. Но нам важно понимать, что в данном случае Государственная Дума не может отмолчаться, потому что ведь точно так же могут оскорбить любого из вас. Это вопрос, который не касается фактов вашей биографии, это вопрос, который не касается ваших выступлений или позиций по тем или иным законопроектам. Это оскорбление, которое не связано никак с вашей жизнью и деятельностью. Именно поэтому в данном случае должна быть дана еще и моральная оценка, и я считаю правильным, если Дума эту оценку даст максимально четко. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович, фракция ЛДПР. Спасибо, Сергей Владимирович. Вот сейчас четвертым вопросом, сегодня мы будем принимать в третьем чтении ваш законопроект, ну инициатором которого вы являетесь, об установлении административной ответственности за изготовление и распространение продуктов средств массовой информации, содержащей нецензурную брань. Вот то слово, которое вы много раз произнесли с этой трибуны, и которое вынесено в заголовок с этой статьи, как оно по-вашему относится, попадает под категорию «нецензурные брани», а также ответ, который ваш коллега-депутат давал в своем твиттере, эти слова подпадают под такие вещи? Уважаемый Сергей Владимирович, я считаю, что эти слова оскорбительны, но они не относятся к нецензурной брани и к мату. Но окончательное решение по этому поводу должна давать лингвистическая экспертиза, когда это не связано напрямую с матерными словами. Вместе с тем, конечно, речь идет о том, что в данном случае размещено в средствах массовой информации не просто абстрактное бранное слово или пространное оскорбление, не адресованное кому-то лично. Оскорблены персонально трое женщин наших коллег. Если у вас, либо если у кого-то из наших коллег есть ощущение допустимости такого, то я очень хочу пожелать, чтобы никто никогда так не сказал о вашей матери, о вашей жене, вашей сестре, либо о вашей дочери. Спасибо. Нилов Ярослав Евгеньевич, фракция ЛДПР. Спасибо. Первая поправка с голоса. Предлагаю в самом последнем абзаце нравственные ценности заменить духовно-нравственные ценности, потому как именно духовность может быть основой консолидации. Что касается самого вопроса, скажите, вот готовы ли вы поддержать подобные заявления, если будет вносить фракции ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» на какого-либо хамски-оскорбительного высказывания в средствах массовой информации? Как показывает история, все 20 лет разные средства массовой информации поливали нашу партию ЛДПР и нашего лидера. И во время Лужкова вообще была целая травля организована со стороны некоторых каналов пролужковских и некоторых газет. Ярослав Евгеньевич, только просьба, поправку все-таки в письменном виде подайте, пожалуйста. Ну, я все-таки прокомментирую и предложение по поправке. Коллеги, я внутренне согласен с таким дополнением, но надо понимать, что достаточно существенная часть нашего общества является атеистами и достаточно скептически относится к религии. И, тем не менее, это тоже часть нашего общества, поэтому в данном случае нравственность является объединительным понятием более широким, чем духовно-нравственные. Но внутренне я солидарен с этим предложением, просто считаю, что редакционно сейчас не нужно вносить такие поправки. Второй вопрос, который прозвучал, требует действительно серьезного профессионального обсуждения. И я приглашаю и коллегу Нилова, и других наших коллег на то обсуждение, которое, я надеюсь, в ближайшем будущем состоится в рамках Союза журналистов России. И было бы правильно, если бы там были представители, конечно же, и от Общественной палаты, и от Роскомнадзора, и от Минкомсвязи, для того, чтобы мы по-хорошему выработали критерии и нормы того, что допустимо и что недопустимо в профессиональной журналистике. Более того, несколько недель назад предложение о создании кодекса журналистской этики звучало в стенах Роскомнадзора как раз от главного редактора московского комсомольца. И это еще более обескураживающе смотрится в ситуации, когда вот сейчас вместо нормальной цивилизованной реакции на недостойный материал, который был размещен журналистом, главный редактор решил занять позиции, когда ему все оскорбления – это божья роса. Спасибо. Тарнавский Александр Георгиевич, «Справедливая Россия». Спасибо. Сергей Владимирович, я буду голосовать за предложенное вами заявление. Вот в ответе коллега Нилова вы частично ответили на мой вопрос о том, что редактировать это заявление не имеет смысла. Хотел я спросить о том, что в вашем заявлении говорится о женщинах, женах, матерях, но ничего не сказано о мужчинах. И я бы предложил как-то тоже упомянуть этот момент. Если же нет, то вообще считаю поступок владельца газеты бездравственным и немужским. И поэтому, пользуясь случаем, хотел бы как мужчина принести извинения Ирине Яровой, Екатерине Лаховой и Ольге Баталиной за этот немужской поступок. Я надеюсь, что многие мужчины, которые сидят в этом зале, их большинство ко мне присоединятся. Спасибо. Спасибо большое. Я согласен, что оскорбление недопустимо в отношении любого человека. И не только это касается парламента, либо публичных каких-то наших фигур. Вопрос касается любого человека. Ты можешь сколь угодно жестко критиковать позицию и поведение любого человека и любой организации. Но опускаясь до оскорблений, ты говоришь о том, что других аргументов у тебя нет. Ты опускаешься ниже пояса, ты теряешь лицо. Кроме этого, я считаю, что в данном случае поступок и материал особенно недостойный, потому что мы, как мужчины с вами, в этом смысле гораздо более вооружены с точки зрения возможности отставить свою честь и достоинство. А женщине, согласитесь, крайне странно было бы пытаться в ответ на эти оскорбления доказывать, что не имеют отношения к ней те слова оскорбительные, которые прозвучали в ее адрес. И это как раз ставит материал, который был размещен в еще более скандальный, провокационный и оскорбительный ряд таких материалов. Спасибо. Гришневиков Анатолий Николаевич, «Справедливая Россия». Сергей Владимирович, когда наш известный кинорежиссер Станислав Говорухин дал согласие возглавить избирательный штаб Путина, он его просил уберите мразь с телевидения. Недавно я спросил Говорухина, когда же это произойдет? Он говорит, никогда. Не кажется ли вам, что вся телевизионная кампания по дискредитации наших героев, по фальсификации историй, когда показывают какой-нибудь фильм о Чапаеве, о маршале Жукове, о поэте Есенине, о летчике Чкалове, то это все негодяи, субутыльники, полная деградация. Так не бумерангами ли возвращается партия власти, которая приветствует такую телевизионную вакханалию, вот этим бумерангам, по нам. Когда, значит, и депутатов государственной дурой называют. Я, кстати, пережил хуже, чем Яровая, когда ваши представители партии власти на областных телеканалах, в областных газетах, какими только словами меня, значит, не пичкали и не называли. Пошел в суд, так ваши представители судье позвонили, чтобы, значит, дело там замяли. Поэтому не бумерангами ли возвращается ваше отношение к СМИ? То есть вы разрешаете эту вакханалию, разрешаете травить нашу историю? Спасибо большое. Вопрос действительно поднят серьезный. Это вопрос отношения общества и отношения парламента Российской Федерации к тем материалам, которые публикуются, распространяются, и вообще в целом отношения к ценностям, которые исповедуются и пропагандируются в средствах массовой информации. Я уже сказал, что средства массовой информации в нашем обществе информационно по своей сути являются, по сути, формирующим поведение каналом информации. Они не только доносят информацию о чем-то, они, по сути, во многом пытаются трактовать, что правильно, что неправильно. Именно поэтому так важна гражданская ответственность журналистского сообщества. Более того, я считаю, что в тех вопросах, которые связаны с государственным финансированием, государство, как заказчик тех или иных художественных произведений, обязано ставить задачу по пропаганде ценностей, которые есть в нашем обществе, и не допускать в фильмах ни сцены распития алкоголя, ни сцены курения, ни сцены, связанные с пропагандой или поощрением насилия. Вопрос этот можно адресовать Министерству культуры. Я знаю, что министр сейчас серьезно пересматривает политику с точки зрения государственного финансирования художественных произведений, и просил, чтобы дать время до конца года, чтобы было понятно, что произойдет в результате. Я считаю, что будет очень правильно, в том числе и в стенах парламента, по этому поводу провести дискуссию. А в отношении СМИ точно так же приглашаю на совместное обсуждение того, что допустимо, что недопустимо в СМИ, в нашу совместную с Союзом журналистов дискуссию. Спасибо. Спасибо. Коллеги, переходим к поступлениям. Есть предложение по одному выступлению от фракции. Собственно, фракции уже в своей списке подали. Нет возражений? Нет. От фракции КПРФ выступает Борис Сергеевич Кашин. Уважаемые депутаты, в советское время было требование к хорошему юмористу. Утром в газете, вечером в куплете. Создается впечатление, что руководство Единой России своеобразно переосмыслило историю и старается следовать этому принципу, старается удивить общество оперативной реакцией на каждый острый момент в политической жизни, а теперь еще на каждую публикацию желтой прессы. Но выходит и не смешно, и не серьезно. Разве только тираж московского комсомольца от этого возрастет. Пафос текста ложный и не найдет отклика у большинства избирателей. Скорее наоборот, избиратель спросит у себя, а куда смотрела Дума, когда тот же московский комсомолец, да и другие газеты, телевидения пропагандировали в течение многих лет то, что отторгается нашим народом. Они оплевывали все, что испокон века дорого нашим людям, все, что отстаивали наши отцы и деды. Если вы пишете, что статья перешла все мыслимые нормы цинизма, то посмотрите подшивку московского комсомольца за 20 лет и признайте, что закрывали глаза на то, что это популярное издание во главе с тем же главным редактором пропагандировали насилие и проституцию по существу, причем не политическую, а самую обычную, обслуживая при этом интересы партии власти и ваших лидеров в том числе. Если сейчас мы вспоминаем 20 лет Конституции, то вспомним, как призывали к расправе в московском комсомольце с тем, кто вышел на защиту Конституции в 93-м году. Это все было нормально. А если говорить шире, то Государственная Дума, несмотря на буквально вопли отчаяния наших граждан, возмущенных беспределом, который творится на телевидении, не смогла найти в себе силы разобраться, кто же отвечает за государственную политику в сфере средств массовой информации или хотя бы пригласить для отчета лицо официально ответственное в правительстве за это направление. Я напомню, что в прошлом созыве, несмотря на последовательную нашу борьбу, было заблокировано требование о приглашении зампредседателя правительства Собянина, который отвечал за это направление. А сейчас Государственная Дума не находит всей силы пригласить Суркова, который в том же ранге записан за этим направлением. Никто ничего не делает. Я допускаю, что авторы обращения руководствовались лучшими чувствами, но хочу сказать, что итогом принятия рассматривания текста, как и ряда других решений, которые были скоропалительно приняты с подачи «Единой России» нами, является дальнейшее углубление глубокой ямы между парламентом и обществом. Все уже поняли, что идет скоординированная кампания по дискредитации Государственной Думы. Цели этой кампании, они, я думаю, тоже очевидны становятся. Перевести стрелки с недееспособного правительства и с администрации президента, которая теряет темп и фактически живет своей жизнью, не принимая мер для, так сказать, наведения порядка в опиющих вообще случаях. В опиющих они ничего не делают, чтобы как-то с этим правительством разобраться. Так вот, для этого самое удобное – противопоставить обществу Думу, перевести на нее стрелки и дальше управлять в том же стиле, как мы сейчас наблюдаем. На днях я наблюдал длинную очередь студентов Московского университета, которые стояли за льготной подпиской на московский комсомолец. Вы знаете, что молодежь у нас в значительной степени воспринимает мир через такие издания. И для того, чтобы они задумались о серьезных проблемах, необходимы какие-то серьезные действия. Иначе же вот то, что сейчас предполагается, приведет к обратному результату. Мы покажем, что Дума бессильна, потому что никаких извинений главный редактор, я думаю, не принесет. Мы покажем, что это пустые слова. И главное, люди спросят. Вот мне с Мурманской области пришло вчера обращение срочное. Платежка по ЖКХ – 11 тысяч у пенсионера. И в этот момент начинают, понимаете, сосредотачиваться на внутренних проблемах нашей Думы. Это совершенно неправильный путь. Для того, чтобы вот этот беспредел СМИ как-то нарушить и вот эту тину отодвинуть, нам надо ставить действительно острейшие проблемы, которые уже не терпят отлагательства. У нас впереди отчет правительства, и мы должны дать ему справедливую и объективную оценку. Для того, чтобы люди поняли, что Дума способна решать серьезные государственные проблемы, а не заниматься вот этим ложным самопиаром. Спасибо. От фракции ЛДПР выступает Владимир Вольфович Жириновский. Страшная логика коммунистов. Но есть возможность охладить некоторые газеты. Казалось бы, проявите корпоративную, по-русски, бедомственную солидарность. Нет, они рады, что это против Единой России. Да не Единой России надо заниматься, а прессой всей страны, всеми средствами массовой информации. А вам вот плохо, Единой России, ну и пускай. А мы посмеемся, коммунисты. А страна, о стране думайте. То же самое про Кипр. Кто-то злорадствует сейчас. А, пропали ваши вклады. Да вклады наших граждан. Они же нам мстить будут. Их дети будут мстить. Так и подталкиваются к гражданской войне. Когда одна партия свои интересы, другая свои интересы. А об обществе не хотите подумать? Мы поддержим именно суть заявления. Оно слабое. Нужно начать с того, что немедленно лишить аккредитации эту газету. Здесь кто нам мешает? С какой стати мы должны терпеть, что их корреспондент здесь находится постоянно? Это уже наш вопрос, чисто. Мы имеем полное право лишать аккредитации любые органы печати, средств массовой информации. Надо добиться в целом реорганизации этой газеты. Надо забрать ее у Гусева, и чтобы полностью изменить там редакционную политику. Большей гадости, чем МК, никто в мире никогда не публиковал. Каждая статья гадость, ложь, дезинформация, клевета, чернуха. Это чудовищно. Такой грязной газеты в мире нет. Сколько мы устраивали пикеты у здания МК. Сколько пытались опровергнуть. Все бесполезно. Специально создали такие газетенки, чтобы травить нашу молодежь. Это МК хуже, чем героин афганский. От него 100 тысяч в год погибает. А от МК миллионы мозгов начинают функционировать по-другому. Поэтому, печатное слово, телевизор, радио, это самое мощное оружие. 905-й год. Революция почему не удалась? Именно газеты стали писать, что все, обвал русской валюты. Банки не будут выдавать вклады. Все бросились. Царская правительство сумела навести порядок. Утихомирить эти газеты и гарантировать. Вклады все, целые ваши будут. Революция сорвалась. В 17-й поливают грязью всю страну. И царь плохой, и царица, и временная. Но все плохо. Ну, получили ночь с 25-го на 26-го октября. 91-й год. Кто сорвал ГКЧП? Эхо Москвы. Все радиостанции прекратили свою работу. Телеканалы, газеты. Все прекратили. В 6 утра, 19-го августа. Только эхо Москвы. И, сообщая ложную информацию, спровоцировали приход москвичей, значит, для защиты Ельцина. Кто хвалил Ельцина и подымал его? Вот он, великий. Только газеты. Народ ненавидел с первого дня его. Газеты хвалили его. И газеты хвалили всех этих банкиров. Хвалили Кириенко. Лгали нам, что не будет дефолта. 93-й год. То же самое. ВГТРК дает слово Гайдару, и тот призывает москвичей с оружием в руках. С оружием в руках. Выйти на защиту этой подлой, подлого режима. Гнусного режима, который был тогда. И Госдумы не было тогда, Кашин депутат. Не надо валить на Госдуму. Госдума к 90-му году никакого отношения не имеет. Она с 12-го декабря. А события были 3-4 октября. Хотя вы в календарь иногда заглядываете, чтобы знать, какие события когда происходили, и кто несет ответственность. Мы отвечаем за все. Но только с первого заседания. Начало 94-го года. Вот у сидит депутат Яровая. С уважением к вам относимся. Но как она так это жестко здесь выступала в 9-м году. ЛДПР устроила праздник во время траура по поводу хромой лошади в Перми. Мы никакого праздника не устроили. Расследовать! Чего же результат не сообщаете? Не было праздника. Но команду вам дали травить ЛДПР. Тут комиссию создали. Расследовать? Не замешан ли Жириновский в коррупции? Ну, 3 года расследуете? Сообщите результаты. Поэтому поддержим ваше заявление. Но вам хотим напомнить, что 20 лет почти вся пресса страны клевещет на ЛДПР. Какой-то чудак. Ему не нравится моя диссертация. Пускай ученые России скажут, что им не нравится. Пускай ВАК скажет. Ученый Совет МГУ скажет. А не этот внучок секретаря ЦК КПСС. Ну, это же ложь. Клевета. И так 20 лет. По вам впервые ударили. И как вам неприятно. А переумножьте это в тысячу раз больше. На меня. Моим правнукам скажут, что дед вот такой был. Скажут, вот в газете написано было, что у вас дедушка что-то такое не то. Это всё остаётся. И в историческом информационном пространстве всё же остаётся. Мы сто раз гусево уничтожим его газету. Но навсегда останется в интернете кого-то, кто-то оскорбил. Навсегда. Правнукам скажут ещё вашим. Вот что там ты-то делал. Вот-то какой был, оказывается. Поэтому слово самое опасное. Когда вильнюсские события начались. Вы знаете, почему начались? День и ночь. Литовское телевидение вильнюсское говорило, убивайте русских. Русские негодяи. Русские такие. И мы были вынуждены остановить эту вакханалию. День и ночь против русских идёт пропаганда. А потом нас же обвиняют, что мы там совершаем переворот. Но это же провоцирует. Через прессу все провокации, все революции. Сейчас Асад плохой, а эти бандиты хорошие. Слушайте, бандиты рвутся к власти, как они пришли к власти в Ливии. А для Запада они демократы, оказывается. Они либералы. Вот эта вся гнусь. Всё идёт через средства массовой информации. Поэтому я призываю депутатов солидарности против лжи. Неважно, кого оскорбили. Созрела один Россия, так радуйтесь этому. Нет, в уголошке стоят коммунисты. Пускай будет хуже. То же самое справедливое. То есть здесь как раз мы власть высшая государственная. Отмашку дали, долбали коммунистов. Отмашку дали ПЛДПР при Лужкове. Отмашку дали, сейчас чехвостят справедливую. Чё, вы не видите, нас по кусочкам долбают каждую пятилетку? Что мы мешаем с вами. Потому что мы власть самая народная. Надо набраться нам мужества, силы и когда-нибудь сделать парламент самым главным. Чтобы здесь решались судьбы страны. Поэтому поддержим борьбу с жёлтой. От фракции «Справедливая Россия» выступает... Пожалуйста, но у меня нет заявки. Нет заявки, давайте я проработаю. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги. Вы знаете, мне как человеку, который более 20 лет проработал в журналистике, в телевизионной журналистике, сначала в программе «Взгляд», потом в программе «Совершенно секретно», потом, ведя собственный проект на телевидении под названием «Наша версия» под грифом «Секретно», вдвойне обидно и больно за то, что сегодня происходит в обществе и в наших средствах массовой информации. Вы знаете, я вспоминаю одну ситуацию, хотел вам привести его в качестве примера, когда буквально лет, наверное, 10 назад было совещание у представителей различных изданий и главных редакторов, и мне как ведущему программы был задан вопрос, а почему вы игнорируете тех или иных политиков, почему они не приходят к вам в программу, много жалоб поступает, что вы достаточно резко даете оценки. И я со свойственной горячностью сказал, а вы знаете, потому что этот человек идиот, и я не хочу его приглашать к себе в программу. И вот тогда главные редакторы просто возмутились и сказали, какое вы имеете моральное право давать оценку человеку. Ваша личная точка зрения должна оставаться при себе. Но когда вы являетесь носителем информации, не просто носителем, а ведущей одной из телекомпаний, вы должны свое личное мнение держать про себе. Кстати, очень многие любят ссылаться на опыт американцев. Так вот, американцы говорят, звездное небо над нами, моральный закон внутри нас. И вот за нарушение этого морального закона следуют очень серьезные санкции. Это мы можем сколько угодно восхищаться их демократиями, отдельные товарищи. Но там попробовал кто-то из главных редакторов выступить с таким оскорблением в адрес любого человека, не только женщины-депутата. Его бы не было на своем месте уже через несколько бы минут. Мы все граждане одной страны. Депутаты, президент, члены правительства, простые граждане. И мы все с вами защищены Конституцией. Мы все равны перед законом. Никто сегодня не имеет морального права использовать свободу слова в качестве шантажа и в качестве различных спекуляций и провокаций. И я хочу сказать, что нельзя путать свободу слова с вольницей на зоне, где люди живут по понятиям. Нельзя сегодня жить двойными стандартами. И мы, я хочу сказать внимательно, вчера слушал эфир, который был с участием Павла Гусева, где на вопрос, почему ваша газета публикует материалы интимного содержания, где даются объявления об оказании интим услуг, со свойственной ему циничностью ответил, а потому что мы помогаем следственным органам раскрывать вот эти точки зла. Понимаете, двойная мораль, губительная, двойная мораль в обществе приводит к тому, что сегодня мы вынуждены столкнуться с серьезными угрозами. Угрозами, которые изнутри подтачивают и раскачивают ситуацию в стране. И я вам хочу сказать, что касается ситуации не только депутатов Госдумы, она касается любого гражданина, который сегодня, к сожалению, не защищен перед средством массовой информации. И поэтому наше заявление – это выражение общей позиции. И я уверен, что здравомыслящие люди присоединятся к этому заявлению. Великое искусство сильных людей – это умение и признавать свои ошибки, и умение их исправлять. В цивилизованном обществе вести диалог надо с теми людьми, которые готовы этот диалог вести в рамках закона, а не использовать и манипулировать общественным мнением. Мы сегодня очень серьезно должны подумать над тем, как и с кем нам выстраивать эти отношения. Мы сегодня должны на себя брать ответственность, в том числе и за работу средств массовой информации. Да, потому что мы по нашим законам, законам, которым мы пишем, живут многие издательства и газеты. И, конечно же, вести, я подчеркиваю, диалог. У нас вчера была тоже бурная дискуссия. Стоит ли сегодня приглашать или вообще приглашать Павла Гусева и других оппозиционных представителей средств массовой информации и с ними обсуждать сложившуюся ситуацию? Но вы знаете, мы что все время ставим себя в роль унтер-офицерской вдовы? Что мы каждый раз бичуем сами себя? Что же мы каждый раз оправдываемся перед теми людьми, которые по большому счету выстроили целую систему по дискредитации работы целого корпуса депутатского? И правильно говорили коммунисты, у них были свои упреки, согласен я с Владимиром Львовичем. Но мы сегодня должны быть едины в одной простой позиции. Все едины перед законом. Все должны быть защищены перед законом. Вы знаете, средства массовой информации много раз говорили, еще даже когда не было обсуждения этого вопроса, о том, что любое принятое заявление будет наступление на свободу слова. Что любое выступление в Государственной Думе, осуждающего поступок Гусева, является ничем иным, как попыткой вести цензуру. Но это предсказуемый путь. Это то, чего добиваются отдельные представители, я подчеркиваю, отдельные представители средств массовой информации. И они не являются носителем и выразителем интересов всех наших избирателей, всех тех людей, которые сегодня волнуют судьба страны. Мы не должны бояться не прямых диалогов, а жестких ответов. Мы не должны сегодня ни в коей мере перед нашими избирателями оправдываться. За что оправдываться? За то, что оскорбили наших коллег? За что оправдываться? За то, что ежедневно проводится работа под дискредитацией депутатского корпуса. И мы все это видим, что дискредитируют сегодня депутатский корпус. Это целая система, коллеги. И если это сегодня не остановить, если сегодня не привлечь к ответственности этих людей, мы очень далеко зайдем. Безусловно. Вот вчера, кстати, очень интересный был диалог с представителями общественной палаты на комитете. Когда мы обсуждали один из законов, и я сказал, что 80% граждан страны по опросам поддерживают нашу инициативу. Не буду сейчас вдаваться в подробности. Но тем не менее, представитель общественной палаты сказал, что Государственная дума и члены общественной палаты не должны опираться на общественное мнение. Это говорит члены общественной палаты. Поймите, сегодня в стране действительно создана ситуация, когда несколько маленьких средств массовой информации пытаются диктовать свои условия, пытаются навязывать запрещенные правила игры. Мы за цивилизованный диалог, мы поддержим это заявление, более того, мы являемся инициаторами. И в дальнейшем, конечно же, я надеюсь, что наш депутатский корпус будет выступать единым фронтом, защищая не себя, а защищая граждан нашей страны. Спасибо. Спасибо. Выступил Михаил Юрьевич Маркелов, представитель Единой России, последний выступающий Валерий Карлович Гартунг, Справедливая Россия. Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю немножко понизить градус обсуждения, потому что мы излишне, мне кажется, по этому поводу все возбудились. На самом деле, кто следит за прессой, наверное, никого не удивил тон статьи, который появился в МК. Он ничем не отличается от предыдущих статей, которые там были. Единственное, что там о других людях, может быть, написали. Поэтому я хотел бы сказать, что в этом обсуждении есть вообще, мне кажется, три аспекта. Это юридический, политический, морально-нравственный. Вот предлагаю обсудить именно в этом ключе. Политический. Но было бы правильнее, я думаю, нам, всем, если бы не было эмоционального комментария Андрея Константиновича, то, я думаю, такого резонанса общественного бы не было. И я думаю, что здесь не только Андрею Константиновичу, всем нам нужно набраться выдержки и терпения и взвешивать каждое свое слово. Это первое. Второе. Такого рода споры о том, приступил журналист закон или не приступил, ну, всем же известно. Только суд принимает решение о том, что было нарушение закона или нет. И напоминаю вам всем, что именно это, кстати, нам, и в том числе партия власти, рекомендует всегда, когда такого рода публикации в отношении оппозиционных депутатов возникают. И мы идем в суд, никуда не деться. И суды выносят решение. Кстати, вот последнее судебное решение. По мне лично, когда во время избирательной кампании в Государственную Думу несколько газет, трехсоттысячным тиражом в Челябинской области еженедельно, всего, по-моему, шесть тиражей было, были выпущены. И там не просто оценки давались, а там факты недостоверные приводились. И суды приняли решение, эти суды устояли, эти судебные решения устояли в высших инстанциях. И они, там что написано, господа, вы политики, вы должны считаться с этим положением. И вы, скажем так, должны понимать, где вы находитесь. Вот, поэтому тут, что я могу сказать? Я думаю, правильнее было бы тем, кто посчитал себя оскорбленными, подать в суд. И в суде принять решение. А уж какое суд принят решение, нужно его принять. Либо оно будет в пользу, либо нет. Вот, это первое, что касается юридического аспекта. Теперь, по политически. Ну, коллеги, было бы правильнее вообще, если бы не было вот этой шумихи, было бы меньше ущерба Государственной Думе, если бы мы вообще эту тему не обсуждали. Обратились в суд. Если вы считаете, что есть нарушение закона, обращайтесь в суд. Если вы считаете, что там уголовно наказуемое деяние, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы. И тогда суд в конечном итоге решит, кто прав, кто виноват. А политически было бы правильным, коллеги, вот мы забываем, когда у нас идет избирательная кампания, и тот же московский комсомоль, сдают другие средства массовой информации, получая платные заказы, опубликуют даже гораздо более худшие материалы, чем тот, который был сейчас опубликован. Было бы правильным, если бы вы просто перестали во время выборной кампании финансировать эти СМИ, не давали бы этих заказных материалов, тогда бы они не зарабатывали этих денег. Вам предлагаю, вот конкретное решение. Этим заявлением мы ничего не добьемся, кроме дополнительной шумихи в СМИ. Сейчас новый виток обсуждения будет, и рейтинг Государственной Думы, который и так уже минимальный, он, я думаю, что ниже нуля уже скоро будет. Вот только это главный результат того, чего мы добьемся. Теперь, что касается морально-нравственной стороны вопроса. Ну, я думаю, что это вообще категория такая тонкая, и каждый понимает, что аморально, а что нравственно, в силу своего воспитания каких-то жизненных принципов и так далее. Я думаю, что в этом зале у каждого найдется ситуация, в которой у нас мнения разойдутся. Если мы будем сейчас принимать решение в таком тонком вопросе, именно опираясь на политическую волю, я думаю, мы далеко зайдем. Не так давно мы сами открыли этот ящик Пандоры. Помните решение о лишении Гудкова депутатских полномочий? Ну, юридический вопрос. Мы же говорили, надо этот вопрос решать в суде. Нет, мы пошли по этому пути. Сейчас мы предлагаем, теперь уже в отношении СМИ, принимать решение здесь у нас в зале. Коллеги, ну так мы далеко зайдем. Если одна ветвь власти будет давлять на другой, ничего хорошего здесь не будет. У нас принцип разделения заложен в Конституции. И если возникают какие-то споры между депутатами Государственной Думы и представителями СМИ, пожалуйста, только в суде их нужно решать. Поэтому мы считаем, что это заявление, оно не идет на пользу ни Государственной Думе, ни фигурантам этой скандальной статьи. И в целом бьет по репутации парламента. Поэтому мы за это решение голосовать не будем. Спасибо. Спасибо. Слово для заключения я предоставляю Сергею Владимировичу Железняку. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Но очень хорошо, что идет прямая трансляция нашего пленарного заседания. И каждый человек, в том числе и журналисты, работающие в СМИ, могут наблюдать за происходящей дискуссией, слышать аргументы, которые звучат. И в этом смысле у меня очень простое предложение. Для того, чтобы понять, как поступить, надо с уровня какого-то такого федерального перейти на уровень личный. И понять, как ты лично поступил бы в такой ситуации. Я этот вопрос адресую каждому из вас. Как бы вы поступили, если бы женщину, которая рядом с вами, оскорбили, промолчали, начали его избивать и тем самым нарушать закон, сказали бы, промолчали и потом через какое-то время подали в суд? Или все-таки высказали то, что вы считаете важным сказать по этому поводу? А потом уже действовали и в отношении судебного разбирательства, и в отношении разговора с теми людьми, которые его считают, этого хама, который допускает оскорбление, его считают приличным человеком. Но это все после. В вопросах, касающихся морали и этики, нету отложенного ответа. Ответ, на самом деле, у каждого внутри из нас. Он есть. И любые попытки уйти и пококетничать говорят о слабости тех людей, которые не готовы прямо и четко высказывать собственную позицию. Спасибо. Каждый проголосует так, как ему говорит его совесть и воспитание. Спасибо. Выносим проект постановления на час голосования.